Очевидные неочевидности. Помните в детстве в школе, как мы удивлялись, когда наши любимые учителя с хитрым прищуром рассказывали нам небылицы. Ну, нам так казалось. К примеру, что на теле человека больше жизненных форм, чем людей на планете. По нам ползают, в зависимости от статуса и чистоплотности, 90 триллионов бактерий. И поэтому надо хорошо мыть руки. А мы такие, ого, не может быть, а кто-то не верит в высшие силы. И мы, правда, не одиночки. Даже когда мы одиноки, потому что с нами 5-7 килограммов бактерий. И осознание того, что некоторые из них безвредные и бесполезные, но они все равно с нами, потому что мы им просто нравимся, без всяких «но» не может не греть душу. Я думаю, я нашел способ похудеть. Первый шаг – это поссориться с бактериями. Второй – купить чудо-пластырь на рот и не слушать людей, зарабатывающих на хлеб тем, что советуют не есть мучное. Просто поживите с нищим и сексуально озабоченным. А если не получится походить, то я знаю, где продаются отличные леопардовые лосины. Сказал про лосины, вспомнил буфетчицу, которая постоянно кричала «хватит есть, хватит жрать! В мире от ожирения страдает больше людей, чем от голода. Целых 30 процентов страдают недугом, из которых 5 процентов умирают. Не портите мне статистику». И зловещий такой хохот разносил остатки булочки по коридору. И не то, чтобы она сама была худышкой. Вспоминаю, кстати, биологичку с томным взглядом, которая, глядя на наш класс, медленно и плавно рассказывала о выдрах, которые едят, спят, спят, болтают, дрифуя на воде. Прямо как мы по жизни, держась за лапки, чтобы не унесло течение. Как мило. Она вообще была романтиком. Пила коктейль «Алый паруса», в котором, кроме романтики, было еще 200 грамм водки. И рассказывала, что бездомные живут на вокзале только ради того, чтобы встречать и провожать поезда. И про Элвиса Пресли, что он на самом деле блондин, окрасил волосы в черный цвет, чтобы подчеркнуть жгучий взгляд. И что даже дельфины и пингвины, в отличие от многих мужчин, дарят самкам подарки. И знаете, что странно? Да, что это все правда. Элвис блондин, а дельфины и пингвины подкаблучники. И потом уже практически в слезах биологичка такая вот... Меня недавно назвали овцой. А я хотел ответить, что это умнейшее животное. Овца, между прочим, различает и узнает людей в лицо, даже по фотографии. А ты вот сможешь отличить одну овцу от другой? То-то же. И кто теперь из нас овца? Но не смогла, потому что образование так-то не позволили. Потом она начинала читать стихи про то, что дно мирового океана проседает под толщей воды, что мох пьет туман, и что птицы поют своим не вылупившимся птенцам о погоде. И если погода не очень, то эмбрион замедляет свое развитие. И почему суперсила броненосца задерживать роды на два года досталась именно броненосцу? Ну, мы думали, она просто в депрессии. Оказалось, все, о чем она говорила, правда. Но когда она сказала, что хотела бы родиться китайской женщиной, потому что у них в Китае можно нанять двойника для отсидки в тюрьме, ну, вместо себя. Мы ее зауважали так же сильно, как примерно те, кто поменял отношение к индийским сериалам, узнав, что домохозяйки Индии хранят у себя 11 процентов всего запаса золота. Это больше, чем США, Германия, Швейцария вместе взятых. И, видимо, поэтому мотивирующие лекции нашего математика, мол, люди такие задачи слету решают, вот Джордж Данцик по кличке Плесун, случайно решил математическую проблему, приняв ее за домашнее задание. Никак не заходили эти все умные, ну, видимо, у нас тогда возраст был другой, и иерархия ценностей другая. Ну, приятно иногда вспомнить и окунуться в детство. Желаю вам удачи и увидимся.